Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возрождая традиции, ансамбль «Рябинушка» в Международный день культуры празднует свой 25-летний юбилей. Повышению качества энергоснабжения и готовности энергетиков к работе в высокий сезон было посвящено совещании, которое провел глава Анапы Сергей Сергеев. Бесперебойная работа системы энергоснабжения, особенно в период, когда нагрузка на сети возрастает в разы. Вот общая задача, акцентирует внимание глава Анапы. Проведена огромная работа в сельских округах и городе, но есть еще белые пятна на энергокарте муниципалитета. Администрация берет на себя основной удар по поводу недовольства населения. А у нас есть населенные пункты и отдельные улицы, где ежедневно отключается планово. Так? Отключается электроэнергия. Мы просим людей потерпеть, потому что те работы, которые сегодня проводятся, они позволят в дальнейшем качественно и бесперебойно, самое главное, предоставлять услуги. Люди терпят. Но терпение не безграничное. И у меня в том числе. Большая часть жалоб Анапчана – низкое напряжение в сети. И здесь позиция главы. Услуга, за которую люди платят деньги, должна быть качественной. В тарифе, в том числе для индивидуального потребителя, заложена инвестиционная составляющая. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Я на этих позициях буду стоять. Поэтому, дорогие друзья, денежки вы должны вкладывать. Мы у людей из кармана берем серьезные деньги. И мы не имеем права 160 вольт напряжения, не знаю сколько герц, предоставлять услуги. Анапские районные сети филиал Кубанинерго нашли решение. Инвестпрограмма позволяет по заявлению потребителей и при минимальных вложениях с его стороны строить новые энергообъекты. Мы активно работаем с населением, активно работаем со всеми потребителями. Когда на основании заявления на увеличение мощности, на технологическое присоединение, у нас появилась возможность, сможем построить новые объекты и ввести их в эксплуатацию. За 15 год мы построили и ввели в эксплуатацию 38 трансформаторных подстанций. В этом году в планах построить еще 35 трансформаторных подстанций. И в городские сети вложены значительные средства – 134 миллиона рублей. Кроме модернизации энергообъектов приобретено новое оборудование, лаборатория, позволяющая найти причину аварии и сократить время ее ликвидации. Общая проблема для ресурсников в собственности здравниц находятся сети и подстанции. Отношение к обслуживанию этих объектов безалаберное. Другая сторона медали – самовольное увеличение потребляемой мощности. Здравницы растут, вводят в эксплуатацию новые объекты и, конечно, самовольно забирают все больше энергии. Один путь – ограничить потребление, но есть и другое решение. Если вы заявите мощность и они вам дадут технические условия, то мы тоже выйдем из этого положения. У нас тоже будет стабильное энергоснабжение. Поручение главы провести КЧС с участием собственников сетей. Обязать их, во-первых, заключить договоры на оперативное управление энергообъектами. И, во-вторых, выполнить новые техусловия. Чужих детей не бывает. В администрации Анапы будут собирать и обобщать информацию о детских группах, приезжающих на отдых в город-курорт, а также следующих проездом в Крым. Роспотребнадзор намерен проводить внеплановые проверки условий, в которых детвора едет на море. Контроль за условиями, в которых дети едут через Анапу на отдых в Крым, будут ужесточен. Об этом на специальном совещании, посвященном организации детского отдыха, рассказала главный санитарный врач по городу-курорту Анапа Лариса Медведева. Она напомнила, что существует специальное правило перевозок. С группой должен следовать врач, должна быть чистая питьевая вода и качественная еда. В ожидании автобуса до Крыма на вокзале или в аэропорту необходимо решать вопросы, связанные с гигиеной, потому что поездка на Крымское побережье в автобусе занимает порядка 9 часов. Вот уже сейчас действует это постановление правительства по контролю за летние строительные компании. Если в том году мы проверяли только лагеря и поставщиков пищевых продуктов, в этом году я добавляю, сейчас готовят специалисты, будут определены, запрошены, кто осуществляет перевозки, и вы будете подвержены неплановому контролю по всем этим вопросам. В прошлом году через Анапу в Крым транзитом проехали порядка 25 тысяч детей. Единая транспортная дирекция, оператор Керченской переправы и служба единого билета объявила конкурс на размещение детей в случае, если паром не сможет ходить из-за шторма. Очень большая призва дать ссылку, чтобы отыграло, именно, чтобы приняли участие наши именно Анапские, а не какая-то московская компания. Выиграла этот ампцион, и потом началась здесь искать, что-то потом скажет, здесь нету, это есть. Поэтому, чтобы выиграли наши, и чтобы мы знали, где мы будем этих детей на случай ворс-мажорной сели. В минувшем году в саму Анапу, которая, как было отмечено, остается главным детским курортом страны, организованными группами приехали более 80 тысяч юных отдыхающих. Для более эффективной координации работы служб в городской администрации будут собирать информацию о всех прибывающих детских группах. В частности, полицейские говорят, что в минувшем году далеко не все своевременно предупреждали их о том, что нужно выделить положенную по правилам машину сопровождения. За 10 дней, вот так же, как в ГИБДД, вы даете информацию в нашу комиссию о том, что предполагается какое-то количество групп детей. Если вот, как Данил Николаевич знает уже за медь вперед, или Владимир Николаевич, значит дайте сейчас эту информацию, чтобы мы уже ее знали. Для чего? Чтобы мы были готовы к встрече этих детей. В полиции также рассказали, что проверили на безопасность Пионерский проспект, пройдя по нему пешком. Они выявили все места, где еще можно установить предупреждающие знаки «Осторожно, дети!» и пообещали, что к началу курортного сезона они появятся. Мониторинг цен на ярмарках выходного дня проведут в Краснодарском крае в ближайшее время. Сегодня на Кубани работают 78 таких ярмарок. Большинство торговых площадок уже приведены к единому облику. Вице-губернатор Юрий Гриценко напомнил, что эту работу необходимо завершить до 15 мая и поручил представителям муниципалитетов держать этот вопрос под контролем. Цитирую. «Организаторам ярмарок в преддверии летнего сезона необходимо пересмотреть весь ассортимент продукции и обеспечить ее полное соответствие всем санитарным нормам. Цены должны быть на 10-15% ниже рыночных». К курортному сезону готовятся все в Анапе, но по-разному. На одном из самых красивых прогулочных бульваров торгуют незаконным алкоголем. В центре города, на самой пешеходной улице Горького, где кипит работа по благоустройству, где администрация города создает все условия для того, чтобы эта улица стала еще одним красивейшим уголком города, среди достойных торговых точек, совсем не примечателен внешне мини-маркет «Винница-продукты». «Винница» и в самом деле соответствует своему названию. Запах забродившего винного пойла, текущего из бочек в пластиковые стаканчики, густо висит в воздухе. Это, с позволения сказать, магазина. Потому что все в нем говорит об отсутствии элементарного следования правилам торговли. То, что здесь торгуют суррогатом, становится понятным уже на входе, но не выдерживает никакой критики и товарное соседство в витринах, и то, что питьевой водой здесь торгуют прямо с пола. Сотрудники УВД по городу Анапа очень долго пытались найти хозяина этой торговой точки. Уголок потребителя девственно чист, а за хозяина вызвался постоять сосед. Эта практика общеизвестна. Пока составляется протокол по многочисленным нарушениям в сфере потребительского законодательства, хозяин, как правило, не появляется, и все же протокол составляется на его имя. Желание оставить виновникам продавца не проходит. Суррогатного алкоголя сотрудниками полиции изъято здесь более полутонны. Завсегдатые этой винной точки во время рейда периодически заглядывали в двери временно неработающего мини-маркета. Но придется им сказать о том, что незаконной торговли на улице Горького, 10, не бывает. Ежедневный режим обследования предприятий торговли по соблюдению законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции, продолжается. Средняя школа номер 11 села Супсех заняла первое место среди сельских школ Анапы по итогу месячника военно-патриотической работы. Учащиеся школы и члены поискового отряда представили результаты кропотливой работы, которая длилась не один месяц. Теперь на стендах в учебном заведении можно увидеть сведения об инсельчанах, участниках Великой Отечественной войны. Мы патриотическое воспитание начинаем с воспитания любви к своей малой родине, к нашему Супсеху, к Анапскому району, потому что то, что дети видят, то, что они могут потрогать руками, оно наиболее близко им. И вот через любовь к малой родине, через патриотическое отношение к своему самому близкому окружению, мы воспитываем и патриотическое отношение к своей родине большой, к России. Наши дети знают, почему улицы Супсеха названы определенными именами. Кто эти люди? Например, герой Советского Союза Жолоб. У нас на стенде висят до сих пор работы учителей, работы ребят, они обновляются. Это очень хорошее, я считаю, очень хорошее начало. Мы его будем продолжать, когда дети знают историю своей семьи, своей улицы, своего поселка. Лучше, наверное, патриотического воспитания не бывает. 15 апреля отмечается Международный день культуры. Именно сегодня свой день рождения празднуют любимый многими в Анапе ансамбль песни «Рябинушка». Уже 25 лет участники коллектива возрождают старинные народные песни. Наша съемочная группа побывала на генеральной репетиции прямо перед праздничным концертом, который участницы «Рябинушки» подготовили для своих поклонников. Песня «Варенички» новая в репертуаре ансамбля. На публике впервые они ее исполнят сегодня на праздничном концерте. Вообще в арсенале коллектива более 400 романцев, баллад, частушек. Песни исторические, военно-походные, лирические, плесовые, патриотические. За 25 лет существования творческая копилка успела наполниться яркими и самобытными произведениями, которые раскрывают красоту народной культуры. Все это время несменным руководителем ансамбля была и есть Антонина Михайловна Папандопула. В коллективе ее ласково называют «Мама». Коллектив создали мы в 1991 году. Сначала у нас было как-то три человека. Вот такие энтузиастки, которые мы еще с самой молодости пели, выступали. А потом, когда я пришла работать в Дом культуры, как-то захотелось что-то русское, что-то народное, что-то такое. И мы организовали еще шесть человек. На сегодняшний день в ансамбле 15 человек, включая аккомпаниатора. Слово сказать, Константин Александрович идет одной творческой дорогой с рябинушкой с самого ее основания. Главный секрет их сплоченности – понимание, считает он. Люди менялись, но основной костяк остался. 25 лет – это большой срок. Мы вместе вырастили детей, мы дождались внуков, мы посидели друг у друга на глазах. Любимый коллектив, родные люди, мы вместе сжились, срослись. Это один большой организм, по большому счету. Это один организм, который друг друга должен понимать, слышать, чувствовать. Все репетиции ансамбля проходят в Доме культуры села Витязева. Два, а то и три раза в неделю здесь начинается настоящее песенное раздолье. Каждое музыкальное произведение тщательно разбирают, выделяя голоса, партии. Недаром Рябинушка – лауреат многих фестивалей и конкурсов. У нас коллектив очень хороший, такой стабильный, такой работящий. Такие девочки умные, влились все, с высшим образованием много, грамотных, позитивных, которые оставляют все домашние дела, а идут именно сюда. Здесь они отдыхают, здесь они общаются, здесь они познают что-то новое. Рябинушка поднимает зрителям настроение на многих праздничных концертах, насыщает национальным колоритом городские мероприятия. Гордость коллектива, костюмы – у каждого свое предназначение. Красные – для патриотических мероприятий, сиреневые – для весенних праздников. Вообще этот элемент их творческого реквизита стал знаковым для коллектива, ведь имя свое ансамбль получил благодаря ему. На самых первых концертных платьях была изображена та самая Рябина, ставшая впоследствии названием. Анапа становится площадкой для развития спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Минувшие выходные на курорте прошли соревнования среди слабовидящих спортсменов подзюдо всероссийского уровня. Об этом нашей телерадиокомпании рассказал член паралимпийской сборной России напчанин Анатолий Шевченко. Первый раз в Анапе проходили такого рода, так скажем, соревнования. Приехало рекордное количество участников, было 83 участника, насколько я помню, из 15 регионов. Всем понравилось, все выразили огромную благодарность за проведение соревнований. Ну и, в общем-то, все были в восторге, можем сказать. Всем очень понравилось судейство под руководством Андрея Владимировича Лопатина. Ну, планируем проводить соревнования такого рода. В дальнейшем планируем провести чемпионат России и, если получится, то чемпионат Европы. То есть, надеемся на это. По сообщению Кубани Нерго, в понедельник, 18 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 13.00 до 17.00, будет частично прервано электроснабжение в Гостогаевской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 100 1552. Мы напоминаем вам, что завтра в Краснодарском крае состоится всекубанский субботник. Принять участие могут все желающие. Для этого можно обратиться в коммунальную службу по месту жительства или организовать уборку собственного двора и придомовой территории. Давайте сделаем наш город чище и краше. И наш генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте, а я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Субтитры создавал DimaTorzok